Мы вернулись к теме развития нашей деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Я хотел бы в плане контроля за выполнением моих поручений услышать сегодня ответы на ряд вопросов. Но прежде всего хочу еще раз вам напомнить, что целлюлозно-бумажная промышленность и деревообрабатывающая это важнейшая стратегическая отрасль нашей экономики. Имея значительные запасы возобновляемых лесных ресурсов, мы обязаны обеспечить их рациональное использование с максимальным эффектом. Нами принято решение о том, что всю добавленную стоимость мы должны получать здесь, на своих предприятиях. И затягивать с решением этого вопроса ни в коем случае нельзя. Многое сделано для этого. Модернизирована основная база деревообрабатывающих предприятий. Реализуются проекты в целлюлозно-бумажной отрасли. В эту сферу направлены немалые финансовые ресурсы и, надо отметить, вложенные средства себя оправдывают. Сохранены трудовые коллективы на предприятиях, которые без модернизации сегодня уже просто не существовали бы. Созданы тысячи новых рабочих мест. В несколько раз увеличены объемы переработки древесины и экспорта продукции с сокой, добавленной стоимостью. По экспорту я смотрю, в средствах массовой информации мелькает цифра 75% экспортируется произведенной продукции. Это хорошо, но при этом очень важно, какая цена на эту продукцию. А еще важнее эффективность производства. То есть, какая у нас рентабельность в конечном счете. Отрасль в целом уверенно развивается и показывает положительные результаты. Тем более, что государство уделяет этой сфере самое пристальное внимание. Координаторами по вопросам реализации важнейших проектов определены высшие должностные лица. В декабре прошлого года на совещании рассмотрен ход реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов. По результатам были приняты решения, направленные на завершение этих проектов и последующее стабильное развитие предприятий. Также были определены конкретные сроки. Не дай бог, кто-то эти сроки сорвет. Причины и объяснения не принимаются, их просто нет. Поэтому хотел бы услышать ответы на следующие вопросы. Во-первых, как в целом обстоит положение дел в деревообрабатывающей промышленности? Ну, то, что я говорил. Экспорт, финансы, экономика предприятий, заработная плата. Повлияла ли на отрасль так называемая эпидемия коронавируса? Знаю, что за 8 месяцев этого года Беллесбумпром превысил уровень прошлого года по объемам промышленного производства примерно на 2,5-3%. Экспорт также выше к уровню прошлого года. Это хорошо. Второй вопрос. Как идет ход реализации важнейших инвест-проектов? Мы договаривались по Светлогорску, Добруши и Шкло. Выдерживаются ли сроки реализации этих проектов? Вопрос третий. Какими вы видите новые перспективы строительства бумажных и упаковочных производств? Мы с вами об этом говорили. Вот реформы. Надо развивать и углублять. Главное углублять производство, основанного на лесных ресурсах. Продолжение следует...